Глаза паука 3 шточки, лапки 40 ножек 28 штук, крылышки летучих мышей 2 шточки, слюна гусеницы 1 чайная ложка и твой волосок. Ставь лайк и жми на красную кнопку. Всем привет ребята, с вами Маша и вы у меня на канале. Сегодня я вам расскажу продолжение сказки про то, как Пеппа захотела быть ведьмочкой. И для этого пошла ночью к самой настоящей ведьме. Здравствуй Пеппа, я очень рада, что ты пришла. Смотрит Пеппа, а перед ней стоит самая настоящая ведьма. Вся зеленая, нос длиннющий и метла в руке. Здрасте. Здравствуй, здравствуй, я так рада, что ты не струсила и пришла. Своё первое испытание на смелость ты уже прошла. Ну что, ты готова стать самой настоящей маленькой ведьмочкой? Или может ты передумала? Я? Не-не-не, я не передумала. Ну я же смогу там колдовать и всё такое, да? Конечно, конечно, ты сможешь колдовать и даже сможешь летать на метле. Круто. Ну что ж, раз ты готова, можно начинать. Итак, сейчас мы с тобой быстренько приготовим зельечко. Ты его выпьешь и получишь силу волшебства. Скорей бы уже. Так, так, так. Значит, для этого зелье нам нужно. Глаза паука 3 штучки, лапки 40 ножек 28 штук, крылышки летучих мышей 2 штучки, слюна гусеницы 1 чайная ложка и твой волосок. В общем, простенькая такая зельечка, все ингредиенты у меня есть. Так что мы сейчас быстренько. Нужен только твой волосок. Лапки 40 ножек и глаза паука? Это шутка такая? Какие здесь могут быть шутки? Ты же ведьмочкой хочешь стать, правильно? Так что привыкай. Ну ладно. И начала ведьма готовить своё ушажное зелье. Почему ушажное, спросите вы? Ну разве можно приготовить что-нибудь вкусное из глаз паука и лапок сороконожки? Я думаю, что вряд ли. Итак, глазки паучка, лапки сороконожек, крылышки летучих мышей, слюна гусеницы и твой волосочек. А теперь повторяй за мной. Вулнера Санентур. Вулнера Санентур. Глиссио Глациус. Глиссио Глациус. Метео Ренанто. Метео Ренанто. Ох, бурлит, шипит мою зельечку. А пахнет-то как, чувствуешь? Чувствую, чувствую. Ну вот, всё готово. Осталось это всё выпить. А это обязательно? Без этого никак? Просто понимаете, я дома плотно поужинала и, ну, не голодная я как-то совсем. Но почему же можно и без этого? Вон, видишь дверь, можешь выйти через неё и идти домой. И делай дальше сама свои уроки, пиши сочинения и убирайся в комнате. А я уж найду кого-нибудь другого, кто захочет выпить это зелье и научиться колдовать. Я и метлу вам как раз новую купила. Думала, сделаю тебе подарок. Ну и если ты не хочешь, я же не могу тебя заставить. Ладно, ладно, я поняла. Выпью я это зелье. Вот и чудненько. И пришлось пить это зелье. Из глаз паука, и крыльев, и туча, и мыши. Пей. О, вижу, начинает действовать. Ну, ты что-нибудь чувствуешь? Кроме тоснуты? Нет, больше ничего не чувствую. Всё правильно, так и должно быть. Какая хорошенькая. Какая красивенькая. Правда? И что, стала красивее, чем была? Ты не просто красивая, ты просто изумительная. А этот нос просто идеален. Говорят, чем длиннее нос, тем сильнее ведьма. Так что ты, судя по всему, будешь очень и очень сильной ведьмочкой. Сейчас ты ещё позеленеешь, как все ведьмы, и всё. Нос? А при чём тут нос? Ой! Это, это, это что? Это что, нос? Это мой нос? Это мой маленький, хорошенький носик стал таким? Не-не-не-не, я не хочу. Я не хочу быть ведьмочкой. Я домой хочу. Я к маме хочу. Я не хочу такой. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Где я? Я дома? Я в кровати? Я что, спала? Приснилась! Это всё просто приснилось. Это был сон, всего лишь сон. Фух, лучше уж я останусь обычной девочкой вот с таким маленьким носиком, чем стану ведьмой с таким ужасным носярой. Фух! И приснится же такое. Какой длинный нос. Бррр! А я ещё и позеленеть должна была. Хорошо, что я вовремя проснулась. Да, был ли это шон? Или всё это случилось по-настоящему? Кто его знает? От этих ведьм можно ждать чего угодно. Кстати, ребята, а вы как думаете? Это всё Пеппи приснилось? Или всё это случилось на самом деле? Пишите мне в комментариях. Ребята, если вам понравилась моя шкашка, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А с вами была Маша и мои шкашки. Всем пока!